Слово второе, 790. О вере Анны и ее любомудрии и кротости. Нет ничего возлюбленное равного молитве, нет ничего могущественнее веры. То и другое недавно показала нам Анна, пришедшая к Богу с этими дарами. Она сделала все, чего хотела, и испорченную природу исправила, и заключенную утробу отверзла, и бесславие уничтожила, и оскорбление соперницы прекратила, и сама себя привела в состояние великого благодушия, пожав тучный колос из бесплодного камня. Все выслышали, как она молилась, как просила и умоляла. И получила, родила, воспитала и посвятила Богу Самуила. Потому не погрешит тот, кто эту жену назовет вместе и матерью, и отцом детяти. Хотя и муж сел, но силу этому семени дала ее молитва. И она-то сделала начатки рождения Самуилова более чистыми. Подлинно не сон только и сожития родивших, как при рождении других, но молитвы, слезы и вера были начатками этого рождения. И таким образом пророк, родившийся вследствие молитвы матери, имел рождение более чистое, чем другие. Потому и об этой жене прилично будет сказано, сеющий со слезами пожнет с радостью. Ей поревнуем мужи, ей будем подражать жены. Она учительница того и другого пола. Бездетная, да не отчаивается. Матери тогда воспитывают рожденных ими детей. Все будем подражать любомудрию этой жены. До рождения. Вере при рождении. Усердию после рождения. В самом деле, что может быть разумнее поведения этой жены, которая кротко и мужественно переносила тяжкое несчастье и до то ли не отступила, пока не устранила своего горя и не положила удивительного и необычайного конца своему бедствию, не имея на земле ни одного заступника и помощника. Она знала человеколюбие владыки, потому и приступила к нему одна и достигла, чего желала. И действительно, для прекращения этого горя нужна была не человеческая помощь, но божественная благодать. Оно происходило не от потери денег, чтобы мог кто-либо, принесивший золото, прекратить его. Не от телесного недуга, чтобы призвавший врачей можно было уничтожить болезнь. Немощна была природа и нуждалась высшей помощи. Поэтому, оставився земное, она прибегла к владыке природы и не отступила до тех пор, пока не умолила его разрешить не плодство, а творить утробу и бездетную сделать матерью. Поэтому она блаженна. Не потому, однако, что стала матерью, а потому, что сделалась ею, не быв ею по природе. Первое, если обыкновенное дело, природы. Последнее, особенный подвиг этой жены. Она блаженна и по болезням рождения, но не менее блаженна и потому, что предшествовала этим болезням. Все вы, и жены, и мужи, знаете, конечно, что для женщины нет ничего тяжелее, ни плодства, что хотя бы она наслаждалась бесчисленными удовольствиями, никогда не может прогнать от себя скорбь, причиняемую ей этим несчастьем. Если же оно столь тяжело теперь, когда мы призваны к высшей мудрости, когда стремимся к небу и нисколько не занимаясь настоящим, готовимся к иной жизни, когда воздается высокая похвала девству, то представь, каким злом оно почиталось в то время, когда не было у древних никакой надежды, ни мысли о будущем, когда все делали для настоящего, и когда бесчадие и неплодство было каким-то проклятием и осуждением. Нельзя сказать и выразить словами скорбь, причиняемую этим обстоятельством. Свидетельницы этого жены, которые во всем показали мудрость, терпение, а этого несчастья не могли перенести. Напротив, они роптали на мужа или считали жизнь невыносимую. Но эту жену обуревала не одна только скорбь вследствие неплодия, но и другая страсть, гнев вследствие оскорблений соперницы. И как в то время, когда два противные ветра, сталкиваясь друг с другом, захватывают попавшую между ними ладью и поднимают множество волны спереди и сзади ее, корнча, сидящий при руле, спасает ладью, отражая напоры волн с помощью своего искусства. Так и эта жена, когда гнев и скорбь, как противные ветры, овладевали душой ее, омрачали ее мысли и производили большие волнения в течение не двух, трех или двадцати дней, но в продолжении целых годов, ведь сказано это продолжалось довольно времени, мужественно вынесло бурю и не попустило уму своему потонуть в бездне. Это потому, что страх Божий, как кормчий, сидящий при руле, внушал ей мужественно переносить это волнение и не переставал править душой ее до тех пор, пока не привел ее в тихую пристань, этот корабль, полный груза, это чрево, заключавшее в себе драгоценное сокровище. Она ведь несла ни золото, ни серебро, а пророка и священника, и чрево ее было вдвойне священно, и потому, что зачатое в нем дитя было столь велико, и потому, что начало своего зачатия она получила от молитвы и от высшей благодати. Но если груз был необыкновенный и удивительный, то способ продажи был еще удивительнее. Она отдала его не людям, ни каким-либо купцам и торговцам, но лишь только выгрузила его из корабля, продала Богу и приобрела такую выгоду, какую доставить свойственно было Богу, потому что по принятии его Бог дал ей вместо того другое дитя, да еще и ни одно, ни два, ни три, ни четыре только, но гораздо больше. Как написано, неплодное рождало семь раз, и таким образом проценты превзошли в самый капитал. Такова торговля с Богом. Она возвращает не большую сумму капитала, но увеличивает в несколько раз. И не только детей женского пола он дал, но составил прибыль из того и другого пола, чтобы радость ее была полная. Говорю это не с тем, чтобы вы только воздали похвалу, но чтобы и поревновали вере и терпение этой жены, о чем вы слышали отчасти и прежде. Но чтобы докончить и остальное, позвольте мне вкратце рассмотреть слова, «Ею, сказанное священнику и служителю священника, после первой молитвы, тогда вы узнаете, как кротко и смиренно была душа этой жены. Между тем, как она долго молилась пред Господом, Ильей смотрел на уста ее. И как Анна говорила в сердце своем, а уста ее только двигались, и не было слышно голоса ее, то Ильей счел ее пьяною». Двоякую добродетель указывает здесь писатель у этой жены. Твердость в молитве и бдительность души. Первую выражением умножи, вторую прибавлением пред Господом. Все мы молимся, но не все пред Богом. У кого в то время, как тело простерто на земле и уста бессмысленно произнесут слова, душа блуждает везде, дома и на площади, тот может ли сказать о себе, что молится, молится пред Богом? Пред Господом молится тот, кто вполне сосредоточил свою душу и не имеет ничего общего с землею, но перенесся на самое небо и изгнал из души всякий человеческий помысл, как сделала тогда и эта жена. Всецело сосредоточившись и напрягши ум, со скорбной душой призывала она Бога. Но как же сказано, что она умножила молитву, тогда как молитва была краткая, а она не умножала слов и не распространялась в молитве, а произнесла немногие и простые слова. И дала обет, говоря, Господи всемогущий Божий Собоов, если ты призришь наскольбь рабы твоей и вспомнишь обо мне, и не забудешь рабы твоей, и дашь о рабе твоей дитя мужеского пола, то я отдам его Господу в дар на все дни жизни его, и вина и секера не будет он пить, и бритва не коснется головы его. Много ли здесь слов? Что же писатель разумел, говоря, умножь, то, что она постоянно повторяла одно и то же, и не переставала в течение долгого времени произносить одни и те же слова. Так молиться повелел и Христос в Евангелии, сказав ученикам своим, чтобы они не молились подобно язычникам и не говорили лишнего. Он дал нам и образец молитвы, научая нас, что быть услышанным Богом зависит не от множества слов, а от бдительности души. Но скажет кто-нибудь, если нужно молиться немногими словами, то как он в доказательстве того, что нужно непрестанно молиться, сказал притчу о том, что была одна вдова, которая неотступностью просьбы и частым приходом своим смягчила жестокого и бесчеловечного судью, не имеющего ни страха Божия, ни стыда пред людьми. Как и Павел ущевает, говоря, в молитве пребывайте и опять непрестанно молитесь. Произносить ведь немного слова непрестанно молиться, это противоречит одно другому. Нисколько не противоречит, да не будет напротив, а одно с другим весьма согласуется. И Христос и Павел заповедали творить краткие и частые молитвы, с небольшими промежутками. Если долго будешь произносить слова, нередко делая это без внимания, то дашь дьяволу большую свободу подойти к тебе, устроить ковы и отвлечь мысль твою от произносимых слов. А если будешь творить постоянные и частые молитвы, занимая все время частым повторением их, то легко можешь сохранить внимание. И самая молитва будешь творить с большой бдительностью. Так поступила и она, произнося немного слов, но постоянно и многократно преподая к Богу. А когда священник заградил ей уста, таков смысл слов, когда он сказал, посчитав ее пьяной, «Да коли ты будешь пьяной, вытрезвись от вина твоего и едет лица Господней», то она принуждена была покориться священнику и прекратить молитву. Так загражден был у нее голос, но не заграждено стремление, напротив, тем сильнее взывало внутри сердца. Это есть в особенности молитва, когда вопли раздаются изнутри. Это особенно свойство душе страждущей произносить молитву не напряжением голоса, а устремлением ума. Так молился и Моисей, когда он ничего не говорил, а Бог сказал ему, «Что ты вопьешь ко мне?» Люди слышат только звук голоса, а Бог прежде этого слышит внутренний вопль. Так можно быть услышанно, не произнося слов, и, ходя по площади, можем молиться мысленно, с великим усердием, и сидя с друзьями, и делая что бы то ни было. Можно призывать Бога с великим воплем, разумея внутренний вопль, не делая его известным ни для кого из присутствующих. Это самое сделала тогда и эта жена. Голос ее не было слышно, говорит Писание. А Бог услышал ее. Это был внутренний ее вопль. И сказал ей, Илья, «Да коли ты будешь пьяная, иди, вытри здесь от вина твоего». Здесь в особенности открывается терпение жены. Дома оскорбляла ее соперница. Пришла она в храм, и здесь оскорбил ее отрок священника, укорил и священник. Она бежала от домашней бури, пришла в пристань, и опять нашла волны. Пришла получить врачевство, и не только не получила ее, но через оскорбление получила рану, и от них язва еще более загноилась. Вы знаете, как скорбящие души принимают обилие оскорбления. Как тяжкие раны не сносят легкого прикосновения руки и делаются от того хуже, так возмущенная душа раздражительно негодует на все и оскорбляется незначительным словом. Но с этой женой ничего такого не случилось и тогда, когда укорил ее служитель. Если бы еще оскорбил ее священник, терпение было бы не столь удивительно. Достоинства сана, величия власти невольно заставили бы ее быть скромную. Между тем, она не вознегодовала и на служителя священника, а этим еще более преклонила Бога и на милость. Так и мы, если, будучи поруганы и потерпев тысячу огорчений, великодушно будем относиться к оскорбителям, то через это приобретем большее благоволение от Бога. Откуда это видно? Из случившегося с Давидом. Что же он испытал? Некогда он лишился отечества. Свободой самой жизни его подвергались опасности. Войско его перешло на сторону негодного юноши, этого тирана и отца-убийцы. Он скитался по пустыне, но не вознегодовал, не возроптал на Бога, не сказал, что это такое. Сыну попустил восстать на отца. Если бы даже была справедливой причиной к обвинению, в таком случае не следовало этому быть. А теперь, ни много, ни мало, не обиженный нами, он ищет обогрить свою руку кровью отца, и Бог, видя это терпит. Ничего подобного не сказал. А еще важнее и удивительнее было то, что когда он скитался и был оставлен всеми, на него напал в семье человек злой и негодный, называя его убийцей, нечестивцем и понося множеством других ругательств, но и при этом он не пришел в ярость. А если кто скажет, что удивительного в том, что он не отомстил, будучи слаб и не имея власти, то на это во-первых скажу, что я не так поделился бы ему, если бы он перенес ругательство, имея диодему и царство, и восседая на троне, как теперь хвалю и удивляюсь ему, сохранившему спокойствие во время несчастья. В первом случае величие его власти и ничтожество оскорбителя сильно побуждали бы оставить последнего без внимания. Так мудро поступали нередко и многие другие цари, извиняя оскорбителей крайним их безумием. Ведь не одинаково действует на нас оскорбление, когда мы наслаждаемся благополучием и когда находимся в несчастье. Когда постигнет нас неудача, тогда они трогают нас боли и поражают сильнее. Но кроме этого надо бы наприбавить еще и то, что он имел силу отомстить и не отомстил, а что терпение его происходило не от слабости, но от незлобия. В этом можешь убедиться тем, что когда военачальник просил позволения пойти отрубить семей в голову, давить не только не позволил, но еще оскорбился этим и сказал, что мне и тебе сыны сороизны, что вы, оставьте его проклинать меня, ибо Господь призвит на смирение мое и возвратит мне благое вместо проклятия в сегодняшний день. Так и случилось. 695. Вешли, как знал праведник, что великодушное перенесение оскорблений ведет к большей славе. Поэтому он, застигнув некогда Саула в узком проходе и имея возможность умертвить его, пощадил его, несмотря даже на то, что окружавшие его советовали поразить Саула мечом. Неудобство сделать это, ни подстрекательство других, ни перенесенное им многие несчастья, ни ожидания еще больших не заставили его извлечь меч. Хотя, сделав это убийство, он остался бы неизвестным даже для войска, потому что это происходило в пещере, и кроме него не было тут никого. Он не сказал подобным намеревающимся совершить пролюбодеяние «Тьма, окрест меня и стены, кого боюсь?» Сираха 23-26. Нет, он взирал на недремлющее око и знал, что очи Господни в тысячу раз светлее солнца, поэтому он все делал и говорил так, как бы в его присутствии и суде над его словами, и сказал «Не подниму руку мою на Христа Господни, я смотрю не на злобу его, но на достоинство. Никто не говори мне, что он властолюбив и непотребен, что божественное избрание, хотя бы он оказался недостойным. Не моя вина, что он оказался недостойным чести. Пусть выслушат это те, которые не уважают священников, пусть узнают они, какое почтение он, Давид, оказал царю, а священник заслужит гораздо большего почтения и уважения, насколько призван к высшему служению. Пусть научатся они не судить и не обвинять, но покоряться и оказывать послушание жизни священника, как бы он ни был худ и небрежен, ты не знаешь. А он, Давид, обстоятельно знал все, что сделал Саул, и однако и при этом он уважал поставленную Богом власть. А что ты хорошо знай, не заслужишь извинений и прощений, когда презираешь предстоятелей и не слушаешь слов их, послушай, как Христос отнял у нас и этот предлог своими словами в Евангелии. На Моисеевом седалище сели книжники и фарисеи. Все, что они говорят вам, творите. По делам же их не поступайте. Матфея 23, 23. Видишь ли, как он не унизил наставления и не отверг учения даже тех, чья жизнь была так развращена, что справедливо возбуждала отвращение в учениках. Говорю, это не в осуждении священников, да не будет. Вы сами свидетели всего поведения и благочестия их, а для того, чтобы мы оказывали им гораздо более почтения и уважения. Через это мы принесем пользу не столько им, сколько себе. Принимающий пророка во имя пророка примет награду пророка. И если нам не позволено судить о жизни друг друга, то тем более о жизни отцов, но то, о чем я говорил, опять необходимо обратиться к той жене. То есть, что великодушное перенесение оскорблений приносит нам многие блага исполнилось и наивове. И ему я не столько удивляюсь до увещания жены, сколько после гибельного ее совета. И эти слова пусть не кажутся кому-либо странными. Часто кого не поражали самое событие губило слово и вредный совет. Зная это, дьявол поразил Иова самым делом, наносит ему удар и словами. То же самое он сделал и с Давидом. Увидев, как великодушно перенес он возмущение и беззаконное насилие сына, дьявол, желая помрачить разум и воспламенить гнев, возбудил этого семей, стремясь уязвить его душу оскорбительными словами. Так же коварно поступил он и с Иовом. Когда увидел, что Иов посмеялся над стрелами, и как Адамантовая башня мужественно противостоит всему, то вооружил жену, чтобы совет не возбудил подозрения. В ее словах он скрыл яд и самыми мрачными чертами изобразил несчастье. Что же тот доблестный? Ты как одна из безумных говоришь. Неужели доброе будем перенимать от руки Господи, а злое не будем принимать? Это значит, если бы это было не от Господа, настолько высшего нас, а от какого-нибудь друга, равного нам, то какое бы мы имели оправдание, так облагодетельствованное им и воздающее ему противоположным? Видишь ли боголюбивую душу, и то, как он не превозносится и не хвалится тем, что мужественно переносит те необычайные удары, и не считает такого терпения делом, мудрости великодушия, но как бы уплатив необходимый долг и не потерпев ничего необыкновенного, так сильно заградил уста жены. То же было и с этой женой, так как видел, что она великодушно переносит неплодство и преподает к богу, то возбудил против нее служителя священника, чтобы еще более раздражить ее, но жена не допустила себя до этого, напротив, приучившись дома переносить юкоризм и привыкнув к оскорблениям соперницы, она безбоязненно выдержала эти нападения, поэтому и в храме явила она великую кротость, мужественно и великодушно перенося упреки в пьянстве и бесчинстве. Впрочем, не мешает высушить самые слова ее, когда служитель сказал «Отойди, проспись», то Анна отвечала так «Нет, господин». Оскорбившего назвала она господином, а не сказала, как многие говорят, «Это сказал мне священник». Это учащий других попрекает в пьянстве и бесчинстве. Напротив, она позаботилась только о том, как бы отклонить подозрение, хотя и несправедливое. А мы, подвергаясь оскорблениям, когда нужно извинения и примирения, часто раздуваем пламя, нападаем на оскорбивших, как дитя звери, тесним их, млачим, требуем наказания за сказанные слова, и тем самым, что делаем, подтверждаем изведенную на нас клевету. Если хочешь доказать поносителям, что ты не пьян, докажи это кротостью и скромностью, а не бранием и не ругательством, ведь если ты станешь бить оскорбившего, то все примут тебя за пьяного, а если перенесешь великодушно, то самым делом отклонишь злой навет. Так поступила тогда и эта жена, сказавши, нет, господин, она самым делом доказала, что подозрение было ошибочно. Почему, однако, заподозрил этот священник? Разве он видел, что она смеялась или плясала, шаталась и падала, или говорила что-нибудь посыдное и низкое? Откуда же явилось у него такое подозрение? Не так и не без причины, но на основании времени дня, это был полдень, когда она совершала молитву. Из чего это видно? Из того, что выше сказано. 1.8 И сказал ей Елкана муж и Анна. Она отвечала ему, вот я и сказал, что ты плачешь и почему не ешь? И от чего скорбит сердце твое? Видишь ли, время, которое все употребляют на отдых, а она посвятила молитве, от стола устремилась на молитву, пролила источники слез, показала ум трезвенный и бодрый и после обеда помолилась так усердно, что получила дар выше естественной, разрешила неплодство и исправила немощную природу. Таким образом, от жены этой мы приобрели ту пользу, что научились молиться и после пиршества. Кто готов к этому, тот никогда не впадет в невоздержание и пьянство. Никогда не испытает вследствие объедения, но сдерживая свои помыслы ожиданием молитвы, как бы уздою, будет надлежащей мере употреблять все предлагаемое и тем доставит и душе и телу великое благословение. Стол, начинающийся и оканчивающийся молитвой, никогда не оскудеет, но обильный источник принесет нам все блага. Не будем пренебрегать такой пользы. Странно, что слуги наши, получив от нас что-нибудь со стола, благодарят нас и отходят с добрым словом, а мы, наслаждаясь столь великими благами, не воздаем Богу и такой чести. И это когда мы должны получить такое великое благословение, потому что где молитва и благодарение, туда приходит благодать Святого Духа, оттуда прогоняются демоны и все вражеские силы отступают и обращаются в бегство. Кто намеревается обратиться к молитве, тот и во время стола не осмеливается сказать что-либо неприличное, а если и скажет, тотчас раскаивается. И так должно и при начале, и при конце стола благодарить Бога, в особенности потому, как я выше сказал, что если мы приобретаем этот навык, то нелегко впадем в пьянство, а если случится когда-нибудь встать из-за стола в хмелю и опьянение, и тогда не оставляя свои привычки, но и с тяжелой головой, шатаясь и падая, будем молиться и не изменим своему обычаю. Если сегодня ты так помолишься, то завтра исправишь погрешность, сделанную накануне. Так, когда мы будем принимать пищу, будем вспоминать об этой жене, об ее слезах, ее добром опьянении. Да и она была в опьянении, но нет вина, а от великого благоговения. А если она была такова после обеда, то какова была утром? Если после принятия пищи и питья молилась так усердно, то какова была она, когда еще ничего не вкушала? 799. Так обратимся опять к ее словам, исполненным великого, любомудрия и кротости. Нет, господин мой, я жена, скорбящая духом, вина и секера я не пила, но изливаю душу мою пред господом. Заметь, как и здесь она не говорит об оскорблениях соперницы, не изображает ее злобу, не оплакивает домашнего несчастья, но открывает свою скорбь настолько, насколько нужно было для оправдания перед священником. Не сказала молюсь Богу, прошу Богу, но изливаю душу мою пред господом. То есть я всю себя обратила к Богу, к Нему устремила весь ум мой, всею душой и всею крепостью совершила молитву свою, открыла Богу свое несчастье, показала рану, он может приложить к ней врачевство. Не считай рабы твои негодные женщины, ибо от великой печали моей, и от скорби моей, я говорила доселе. Опять называет себя рабою и всячески старается, чтобы священник не имел об ней худого мнения, не сказала себе, какое мне дело до его злословия. Он осудил напрасно и без причины, заподозрил в том, в чем не следовало, пусть все клевещут на меня, лишь бы совесть моя была чиста. Напротив, она исполнила ту апостольскую заповедь, которая повелевает, помышляйте о добром не только пред Господом, но и пред людьми. Римлянам 12.17. Она всяким способом устраняла подозрения, говоря, не дай рабе твоей в лице в отчерть погибели, что значит в лице, не сочти меня бесстыдною и дерзкою, эта смелость происходит от горести, а не от опьянения, от скорби, а не от упоения. Что же, священник, смотри, как он разумен, не стал расспрашивать об ее несчастье, не захотел допытываться причины его, а что говорит, иди с миром, и Бог Израилев исполнит прошение твое, чего ты просила у него. Обвинителя жена сделала своим защитником, так хороша скромность и кротость. За обиду получила она достаточное напутствие, нашла в себе заступника и ходатая в том, кто укорил ее, и на этом она не останавливается, но и еще говорит, да найдет раба твоя милость в очах твоих. И пошла она в путь свой, ела, и лицо ее не было уже печальным, как прежде. То есть, ой, если бы ты узнала закончание и самого совершения дела, что я молилась и просила следственнее опьянения, о великой скорби. Видишь ли веру этой жены, прежде чем получила просимое, она стала уже бодро, как бы получивши, а причина та, что она молилась с великой горячностью, с непоколебимым усердием, поэтому она и пошла, как бы получивши все, притом и Бог, намереваясь дать ей дар, освободил ее от скорби. Ей поревнуем и мы, и во всяком несчастье станем прибегать к Богу. Если нет у нас детей, будем просить их у него, а если получим, будем воспитывать их с большой заботливостью и удалять юноши от всякого зла, особенно же от любострасти. Искушения этого греха сильны, и ничто так не волнует этого возраста, как эта страсть, поэтому оградим их отовсюду советами, увещаниями, страхом и угрозами. Если они одолеют эту страсть, то они скоро поддадутся и другой, напротив будут выше и страсти к деньгам, победят и пьянство, и всячески постараются избегать бесчинства и порочных обществ. Будут и родителям любезнее и приятнее всем людям. В самом деле, кто не будет уважать скромного юношу? Кто не обнимет и не облобызает обуздавшего нечистые пожелания? Кто из самых богатых не согласится с великим удовольствием отдать за него свою дочь, хотя бы он был беднее всех, как никто не будет столь жалок и глуп, чтобы решиться иметь зятем расточительного и развратного человека, хотя бы он был богаче всех, так никто не будет и столь безрассуден, чтобы отвергнуть и обесславить скромного и целомудренного. И так, чтобы дети наши были у людей в уважении и Богу любезны, будем украшать их душу и вводить их целомудренными в брачную жизнь. Тогда потекут к нему все земные блага, как из источников, и от Бога получат они милость, так что насладят своей настоящей и будущей славой, которой это достигнет всем и по благодати человеколюбию Господа нашего Иисуса Христа, с которым Отцу со Святым Духом слава, честь, держава, ныне и присно и во веки веков. Аминь.